Финалистов Антон Катков, представитель Карелии. У нас еще одна медаль, минимум бронзовая. И первый полуфинал в этой весовой категории как раз, по-моему, с участием российского спортсмена пройдет. Да, его соперник британец именитый Дэймон Сансом. Человек, который бьет ногами лучше, чем руками. И вообще, похоже, что родился тхаквандистом уже, как норвежцы на лыжах уже рождаются, говорят. Так вот Сансом, похоже, уже с жилетом родился и знал, как нужно заниматься тхаквандо. Бородатый великан из сборной Великобритании. Родом он из окрестностей Лондона. Коренной житель этой страны, не иммигрант. И очень представительная не только внешность, но и свое тхаквандо. Фирменный стиль есть у Дэймона Сансома. Он сейчас 13-й в мире, хотя был участником Олимпийских игр. Немножко потерял свои позиции, но не стоит забывать и про достижения Антона Каткова. Сейчас появится российский спортсмен сразу после британца из-под трибунного помещения арены Т1. Так вот, Антон Катков, несмотря на серьезнейшую травму колена, полученную в поединке с иранцем еще много-много лет назад, смог оправиться, поехать в 2013 году на чемпионат мира в горы Пуэблы. Я комментировал с места событий тот чемпионат, и Антон Катков стал бронзовым призером чемпионата мира в Мексике. Там была ожесточенная конкуренция, Антон справился с соперниками, стал бронзовым призером. Это лучшее достижение его в карьере. И в 2015 году, посмотрите, в какой форме выходит Антон Катков. Катков, интересный ход, молодец. 17-й сейчас Катков, рейтинг пусть нас не смущает. Катков выглядел очень убедительно. Вот наша сборная, здесь и Роман Кузнецов, здесь и Татьяна Кудашова, и Константин Минин, и Регина Сахалудинова, и Ольга Иванова. Вся наша команда на трибунах поддерживает сборную России. И у нас Антон Катков последняя надежда, чемпионат завершается. Мы поздравляем еще раз Кузьмину, она принесла шестую медаль нашей сборной и вторую бронзовую на турнире. Вот турнирный путь соперника Антона. И сейчас посмотрим за статистикой самого Антона. Победил он с превеликим трудом в 1-4 финала с отчетом 8-6 своего соперника. До этого сегодня утром провел еще три сложнейших поединка. Роланд Кампас Филиппин будет центральным рефери, жмет руку своему тренеру сейчас британец. И наставление последнее получает и Антон Катков. Он из Карелии, он остался без медали на чемпионате мира в Челябинске в 2015-м. Но напоминаю, в 2013-м выиграл бронзовую награду. И уже будучи действительно ветераном команды, почти в 28 лет приехал на третий в своей карьере чемпионат мира. И настраивает себя только на победу. Катков в красном протекторе, он сейчас спиной к нам. Обидно, конечно, что Кузьмина проиграла в самой концовке. Ай-яй-яй, это действительно было потрясающее выступление нашей спортсменки из Воронежа на чемпионате мира. Никто не ждал, и вот так вот выстрелила. Молодец, молодец, Анастасия. Мы очень ее благодарим за такую проделанную работу, за такой настрой, за такие эмоции. Она нас всех осчастливила. Здесь Катков против Самсуа. Переключаемся мы уже на мужской тхэквондо. Я напоминаю, в этой весовой категории у нас тоже будет медаль. И Антон получит минимум бронзу. Антон победил сегодня в этой весовой категории до 80 килограммов. 2-1 сейчас будет счет. Катков, пропустив, разозлился, заставил соперника упасть. Ничего страшного, только лишь минута в этом бою прошла. Впереди и концовка первого раунда, и два следующих. Да, эмоциональный спортсмен Сансом. Счет у него в пыдинках всегда очень крупный. Ну и Катков не лыком шит, тоже ответит, если надо. Так вот, в 1-8 кореец победил сильного. 10-5 Катков в четвертьфинале. Выбил из борьбы норвежца. Лидер мирового сезона. 8-6. Вы понимаете, что делал? Антон, это действительно тоже героические победы. И слава богу, что дошел до медали. И факт, что может получится на следующий чемпионат мира поехать у Антона. Там большая конкуренция в сборной России. Я напоминаю, Альберт Гаун пропускает в этой весовой категории чемпионат из-за травмы. Лидер нашей сборной и Алексей Денисенко. В любом случае, Антон Катков молодец. 1-4 санкцем увеличивает свой отрыв. В этой весовой категории олимпийским чемпионом, а до 80-ти весовой категории является олимпийской, является ивуариец Шейк Салах Сесе. Лутала Мохаммед, британец. Другой британец на серебряной позиции был на пьедестале почета. Это в Рио Милат Харчагани, азербайджанец и Усама Уэслати, тунисец с бронзой. Мы не видим в этом полуфинале ни олимпийского чемпиона, ни серебряного призера, ни бронзовых. Видимо тех, кто не преуспел, а точнее катковый и не было на Олимпиаде. В любом случае, на чемпионате мира все самые сильнейшие принимают участие. Я говорил, что по статусу чемпионат мира даже может быть и посерьезнее, чем Олимпиада. Дат Хэквондо. Первый раунд за британцем. Ничего не могу сказать. Я Санксу выиграл по делу. Но, но, это только первый раунд. А в мужском Хэквондо и в таком весе. Послушали мы сейчас тренера. Правильно говорит, не спешите Антону тренер. Можно даже со второй попытки пробовать пробивать. Так вот, здесь все сильнейшие на чемпионате мира. И, конечно, в мужском Хэквондо, особенно до 80 килограммов, многое решает второй и третий раунды. 6-1, к сожалению, вышел вперед с Санцем. По жилету попал. Но Антон не будет сдаваться. Он не из тех, кто сдается, это точно. Смотрит, смотрит за ногой. Внимательно Антон. Что здесь хочет сделать соперник. Но захват же был, как так. Почему судей не видит? С разворота великолепно. Три очка дадут в одной атаке. Удар с разворота. Все правильно. Антон блестящую атаку провел через спину. С вращением в одной атаке. Три очка. И счет уже совсем не такой разгромный. 4-6. По-прежнему уступает. Но Антон проигрывал сегодня своим соперникам по ходу и 1-8 финала, и 1-4. Но выходил чемпионом из тех боев. Так что мы продолжаем верить в нашего соотечественника. Антон Котков. Карелия. Другой представитель Карелии. И вот Антон сравнивает счет. Я вам говорил, что все в порядке. И добавляет, вот знаете, как в замедленной паузе, да? Репит, повтор. Точно так же, в ту же точку. Котков попал и уже 8-6. Вот вам это хэквандо в исполнении представителя Карелии. Никогда не будет сдаваться Антон. С разворота он пытается повторить свой подвиг. Другой представитель Карелии Владислав Ларин, чемпион Европы 2016. Бронзовый придер чемпионата мира 2015. Накануне взял серебро, проиграв обиднейшим образом в финале Александру Бахманову. Фактически став чемпионом мира. Но не повезло немножко Ларину. Вот Карелия, да? Воронеж. Какие у нас замечательные регионы. Каких нам талантливых ребят в сборную выращивают, подготавливают. Молодцы эти города. Конечно же Челябинск, Кудашова, Иванова, Изудинова. Молодцы. Второй раунд в чистую выигрывает Антон Котков. Вот так с разворота Антон блестяще правой ногой дотянулся до жилета. Потом добавил дважды через правую сторону правой ногой. И четыре очка в одной атаке. И получается семь за минуту. Семь-ноль, если я не ошибаюсь. Второй раунд за Котковому. Безоговорочная его победа. Но пока что не итоговая. Дождемся мы третьего раунда. Кузьмина тоже выигрывала представитель Саирана. Но, к сожалению, последние 20 секунд уступила билет в финал. Сделай то, что можешь. Прав тренер. Хороший, великолепный парень Антон Котков. Он и без тренера знает, что нужно. Но вот такая дружная, слаженная работа тренера и спортсмена. Это все дорогого стоит. Снимаем шляпу. Это заслуживает уважения. Вот помните Иранка в третьем раунде, проигрывая четыре очка, сразу же попала в голову Кузьминой. Это немножко сбило с темпа россиянку. Сейчас в аналогичную ситуацию неудачно попадает Антон Котков. В первой же атаке с Ансом сравнивает счет. Задачу минимум он выполнил. Теперь Коткову нужно начинать все с самого начала. Молодец. Котков увернулся от такой разящей атаки с Ансома. А здесь попадает. Здесь попадает. Но, правда, почему-то британцу жилет отработал сенсор, а Коткову не дали два очка. Ай-яй-яй. Обидно. Вновь впереди британский спортсмен. Но Антон показывал, как он умеет отыгрываться. Дважды он великолепно сделал. Нужно повторить это решение. Может быть, с разворота еще раз попробовать. Либо прямой правой. На голову почти нет ударов, что не характерно для британца. Он постоянно владеет этим приемом на высоте, на очень высоком уровне. Еще есть 40 секунд. Здесь маленькое замешательство. Котков неудачно здесь схлестнулся правой ногой. Мог в спину получить, но все обошлось. Есть еще время. Ничего страшного. Мы поддерживаем Антона Коткова. Представитель сборной России сравнивает счет 10-10. И причем не правой рабочей ногой, а левый опорный пошел в атаку. Вот он, хитрый шаг, хитрый ход. Козырь Антона на концовку третьего раунда. 20 секунд. Кульминация полуфинала. Чемпионат мира в Южной Корее. И российский боец, российский спортсмен сражается на равных с Санцемом из Великобритании. 7 секунд. Надо быть повнимательнее Антону. Видите, все боятся атаковать. И Антон, и соперник. И 10-10 по итогам этого раунда. Впереди золотой раунд до первого точного попадания. Сейчас мы будем смотреть решающий раунд. Здесь ничего не понятно. Борьба пойдет до первого точного удара. Вы понимаете, что здесь уже неважно, будет это нарушение, будет это удар в голову, будет это удар в корпус. Все решит один единственный удар. Какая же равная борьба. Какой молодец Антон, что не позволил сопернику увеличить отрыв, когда тот ввел аж 5 очков и отыгрался. Причем дважды Антон и Дэймона Санцема поставил в неудобное положение. Уже тот отыгрывался. И счет стал в итоге 10-10. Устал и Дэймон, устал и Антон. Каждый знает, как проводить нужно. Атака, атака, бам, конкретно вывесит ногу. А он вывесит ногу, вот через это дело сразу добивать. Понял? Ну и смотри, чтобы не перемел наверх. Не будем это комментировать. Здесь тренер все объяснил. Ловить удар на голову, не пустить соперника на 3 очка и переводить свою атаку с жилета на голову. Антону посоветовал тренер. Сейчас все посмотрим. Решающее мгновение для нашей команды. На первых секундах опасен Санцем. Он это показал в начале третьего раунда, когда выиграл 2 очка у Антона. Но в этот раз такую ошибку Антон уже не совершил. И подловил на встречном движении соперника. 0-0 в четвертом раунде. Напоминаю, что права на ошибку ни у кого нет. Первое же точное попадание. Первый контакт с жилетом, либо с головой, зафиксированный датчиками, станет решающим. Да, выигрывает Антон Котков. Выходит финал. Блестящая победа. Ловил на встречном движении. Неудачно уходил в угол восьмиугольника Санцем. И получается поймал своим ударом в том положении британца, когда британец завис на опорной ноге, уже потерял равновесие и не мог уклониться. Легко так, тычком. А больше и не надо. Сильного удара здесь и не требовалось. Антон просто позиционно одолел своего соперника. И просто молодец. Антон, вы представляете, у нас еще минимум серебряная одна награда. И будет шанс побороться за чемпионство. Опять же, в той весовой категории, где очень сильные мастера собрались. И где люди, и олимпийские чемпионы, и чемпионы мира, таких регалий и званий в карьере Антона Коткова нет. Но он на характере, на эмоциях идет вперед всегда. Спасибо, Антон. 12.10. Ждем финала с участием российского бойца.